всем привет друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам как лучше выживать в бою как повысить свой процент выживания что для этого нужно делать и в принципе за счет этого будет расти ваш общий результат и процента побед и среднего урона в n8 абсолютно все и так это касается всех танков в игре но в этом случае будем разбираться с тяжелым танком вот реплейчик подписчика который был немного в непонятках где он ошибся какие у него там были проблемы сейчас посмотрим разберемся потому что он слил много хп и не понял почему и как надо было делать по-другому и так вначале мы видим что бой без арты 6 уровень здесь есть а мы играем на восьмом мы в топе великолепная вообще чтение ситуации что лтшка будет заезжать на гору хорошо выбрал упреждение все классно все хорошо но в чем проблема да мы в топе на восьмом уровне но могли приехать какие-нибудь стэшки нам какой-нибудь т20 на голде по 43 tr или не знаю кто-нибудь еще из стэшек лтшек птшек быстрых и могли на центре уже от башни стрелять по нам да хорошо что нету арты понятно но в целом что можно сказать что мы едем неправильно начальный отстрел дали хорошо все замечательно но едем мы неправильно поскольку мы едем на очень медленном танке то пока мы доедем до укрытия может ситуация в бою поменяться много раз как именно на этой карте нужно ехать итак первое что мы уже начинаем понимать голове это то что первое как не сливать хп это тактически правильно передвигаться по карте так чтобы мы двигались вдоль укрытий от укрытия к укрытию и как можно реже находились без укрытия особенно на медленных танках как в этой как в этом бою и так для того чтобы приехать на фланг для тяжелых танков вот сюда вот за гору за эту у нас есть два варианта либо поехать по красной линии здесь есть холмы которые вас прикроют и вы будете ехать хотя бы за холмиками и в какой-то момент можете даже от них поиграть также вы будете находиться на таком расстоянии когда вы все еще будете светиться но это будет край круга если у врага будет плохой обзор вы можете даже не засветиться после того как мы здесь от башенки поиграли у нас есть корабль который хотя бы от одного снаряда нас закроет и после этого у нас есть еще большой тут метеорит какой-то лежит который тоже даст нам укрытие и в целом нам будет легче доехать сюда тем более в топе против шестерок обзор здесь не у каждого хороший это первый вариант как доехать на фланг для тяжелых танков имея хоть какую-то возможность укрываться да не стопроцентную но можно перебежками от одного к укрытия к другому передвигаться когда вам будет удобно и выгодно не просто ехать прямо потому что когда враги на перезарядке или отвлечены или кто-то их начинает уже там напрягать на центре они откатываются в этот момент мы можем переехать следующий момент мы можем еще просто с респа где мы появились поехать прямо в центр и подъехал под центр мы будем в укрытие от всей карты вообще просто спрячемся потому что единственно откуда с нас могут стрелять это с правого фланга но в начале боя там никого нету потому что они не успеют туда доехать и на центре мы можем вдоль центра ехать налево и мы будем всегда в безопасности единственно что тут в дырке может кто-то нас заранее зацелить но вы должны смотреть на карту и помнить что там кто-то может быть но это очевидно и вдоль центра вдоль укрытия мы можем проехать на фланг для тяжелых танков и там уже разыгрывать бой и будет все у нас хорошо и мы сохраним свое хп максимально насколько это возможно если мы будем ехать по центру и нас кто-то будет напрягать а нас напрягать могут долго нам могут сбивать гусеницы мы можем еще дольше переезжать это открытое место поэтому так ездить нельзя в любом случае и на каждой карте есть такие вот места где можно безопасно даже на медленном танке проехать просто нужно подумать головой посмотреть на карту но это только тактическое выживание то есть мы должны тактически быть подкованными на каждой карте и знать куда стоит ехать куда не стоит но в этом бою наверное основная причина почему этот вообще видос записывается и почему его мне прислали основная проблема у игрока была в следующей ситуации когда он уже доехал до фланга и у него возникли трудности с врагами и здесь уже возникает следующая такая вот стадия выживания это пвп бой когда вы один на один или один против двоих или один против троих даже сражаетесь и вам нужно максимум выжать из своего танка для этого вы должны понимать где у вас в зимой зоны у каждого танка даже если особо не видно лючков но скорее все они все равно есть у каждого танка даже какие-нибудь плоские лючки там допустим какую со 7 вроде лючков никаких нет но на самом деле там можно попасть в лючки пробить на башне так что помните что практически у любого танка есть лючки они пробиваются также у нас есть нлд и еще бывает иногда какие-нибудь там надстройки на корпусе там триплекс и фиги плекс и там окошки мехводов и так далее все это может быть уязвимыми зонами также у нас могут быть ватные борта или наоборот бронированные и мы должны об этом понимать и знать в начале боя и в принципе когда на танке начали играть должны об этом помнить и так вот мы приехали на фланг и как нам здесь выживать как нам построить так свой бой чтобы мы наносили урон а нам не наносили мы видим что нашего танка как и у большинства танков очень большой лючок значит нам нужно двигаться двигаться нужно не просто так а правильно когда враги выезжать будут из-за поворота и целиться нам в лючок нам нужно двигаться таким образом чтобы лючок двигался по горизонтали хоть как-то то есть он не должен двигаться вперед назад потому что если вы будете мансовать вперед назад то для врага лючок в прицеле будет стоять на одном месте а если вы будете влево вправо двигаться то лючок для врага не будет находиться на одном месте ему придется либо ждать когда вы лючком сами въедете ему в прицел либо заставить его двигать своим прицелом в этом ваша основная задача чтобы ваши уязвимые зоны двигались у врага в прицеле для этого нужно ездить наискосок по отношению к врагу мы выставляем ромбик и двигаемся вперед назад но нужно двигаться таким образом чтобы враг не запомнил как мы двигаемся чтобы наши движения не были одинаковыми в таком случае он будет нас каждый раз пробивать потому что запомнит как мы двигаемся и будет контролировать нас нам нельзя чтобы нас контролировали и так что мы видим в начале во первых мы вроде бы прячемся за трупиком но на самом деле края нлд у нас немножко видно если посмотреть со стороны врагов также лючок наш тоже на месте никуда мы его не спрятали и мы не особо как-то двигаемся сейчас стоим на месте и нам успешно накидывают в лючок опять стоим на месте что нам нужно было делать нам нужно было поставить ромбик и ромбиком кататься от укрытия спрятать нлд свое чтобы на одно из зима место было меньше и нужно было ездить вперед назад но не одинаково чуть больше назад чуть меньше вперед там туда-сюда дергаться так чтобы враг не мог запомнить и зацелить четко наш лючок чтобы вам приходилось хотя бы мышкой и лозить и самим тоже нельзя останавливаться когда враг нас зацелил потому что когда мы останавливаемся он сразу нам дает ввозимую зону в этом бою как раз таки будет все так как я говорю только наоборот все те ошибки которые можно было сделать все наш герой сделал в ближнем бою вот мы видим как он потерял половину хп только сейчас становится в ромбик и начинает ромбовать начинает ездить вперед-назад это конечно хорошо но в целом посмотрите как он будет действовать дальше он выезжает останавливаться стреляет так делать нельзя вы видели что гусь смотрит на нас он нас контролирует он ждет когда мы остановимся и пытается запомнить как мы действуем он дождался момента когда мы остановились и дал нам в лючок это неправильно он нас контролировал он ждал когда мы это сделаем и мы сами ему помогли нанести нам урон и опять подставили свою кастрюлю на голове потому что мы остановились у него в прицеле ему не составляло никакого труда нас выцелить теперь мы зарядились и снова выезжаем из-за поворотика останавливаемся и стоим стреляем убиваем врага хорошо начинаем двигаться и снова делаем ошибку мы разворачиваем свой танк ровно по отношению к врагу и наш лючок сейчас стоит на одном месте и пока он стоит на одном месте мы могли получить опять в лючок но враги стреляли по союзнику который стоит сзади это как бы хорошо для нас но в целом союзники уже все сдохли мы остаемся одни здесь выезжаем из опорота останавливаемся и снова получаем в лючок здесь конечно обоюдная ошибка гусь стоит на одном месте и наш герой на вы кашке тоже останавливается во время выстрела лучше сначала развести врага на выстрел а потом выехать стрельнуть него потом он будет выезжать заряженные стрелять в нас мы должны танкануть и таким образом мы должны навязать свою игру мы не должны стоять на месте из раз за разом подставлять ему свой лючок ну и дальше здесь вообще полный цирк начнется здесь мы двигаемся вперед-назад но и двигаемся очень вяло здесь у нас неправильный выстрел мы видели что уже гусь на перезарядке он будет уезжать за укрытие мы двигались в общем очень вяло нужно было двигаться лучше нужно было не так сковано двигаться нужно было двигаться раскрепощенно нужно было обманывать врага двигаться сильнее вперед меньше назад или наоборот нужно быть максимально неудобным для врага не нужно быть одинаковым он же просто будет выцеливать вас каждый раз и не нужно останавливать свою уязвимую зону у него в прицеле лучше сначала разведите на выстрел навяжите ему свою игру здесь конечно мы настреляли 3 700 и выжили каким-то чудом даже сам герой этого реплея так и написал но здесь обоюдные ошибки если бы наш герой не ошибался хп было бы намного больше а враги как раз таки они тоже сделали ошибки те же самые они выезжали и своими увеземыми зонами стояли на одном месте вот в принципе такая вот проблема и для того чтобы выживать нужно двигаться не нужно стоять на одном месте или если вы двигаетесь не двигайтесь одинаково и не останавливайтесь когда враг вас зацелил и если вы играете на ватном танке то не выезжайте на врага который смотрит на вас на то укрытие за которого вы выезжаете потому что он вас просто убьет все намного проще если осознать эти простые вещи это же элементарно если враг на вас целится он и выцеливает твою зиму зону то не помогайте ему выцелить ее не останавливайтесь двигайтесь разнообразно и все будет хорошо в этом ничего нет сложного и такими простыми методами вы будете переигрывать практически любого игрока которого встретите в рандоме и сохранить еще и хп свое и потом сможете тащить бой а так получается что мы вроде бы выиграли но здесь скорее не скилл решал кто победит две команды встретились на одном повороте и просто друг другу лупили выеземые зоны стоя на месте постреляли постреляли потом одни решили выехать потому что и двое постреляли плохо и все в принципе никакого особо скилла что там что тут сильно не было вроде люди старались но усилия прикладывали не в то место поэтому такой вот бой получился в принципе все тут дальше особо смотреть нечего будет добивание еще пары врагов и все поэтому будьте более раскрепощенными в ближнем бою двигайтесь обманывайте врага и наказывайте его когда он на перезарядке и все будет хорошо выигрывайте пвп и тащите бой с полным хп не тратьте его просто так стоя на месте с вами был арчик карать красиво всем пока